Девушки отдыхают 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 все как бы и сразу, мы точно завалились. Сделать и графику, и код, и геймплей, и все это отладить. Надо понимать, что нам там было по 17-18 лет. Никто никогда не делал игры. В этот момент в команде появился программист Андрей Шпагин, который в одиночку напишет будущий движок казаков. Я пришел к Сергею, он у меня спросил, ну, ты сможешь сделать игру наподобие Варкрафта 2? Ну, я сказал, ну, да, что, конечно, смогу. А он говорит, а сколько ты хочешь? Ну, я сказал, сумма по тем временам, в принципе, нормальную. Хорошо. Ему понравилось, видимо, то, что я достаточно уверенно все это дело ответил и, в принципе, был уверен в своих силах. Он сказал, ну, давай через месяц принесешь демку. Очень повезло с Андреем Шпагином, программистом. И фактически вот взяв Андрея, случилась техническая часть казаха. По Варкрафту 2000, естественно, я понял основные принципы, как написать стратегии. Получив драгоценный опыт, команда продолжила думать над своей игрой. В этот момент на рынке появилась Age of Empires от Microsoft, которая немедленно стала одной из самых популярных стратегических игр, и GSC окончательно поняли, как должна будет выглядеть их игра. Age of Empires, в общем-то, стал таким, я не могу сказать, первым кирпичом, но это был такой вот момент, который утвердил, что мы выбрали правильный путь. То есть вот это исторические стратегии, вот казаки, такие, как мы себе их представляли, будет интересно, и, скорее всего, имеет право на существование. В него, в общем-то, надо сказать, что играл весь офис. То есть было две популярные игры. Это Counter-Strike и Age of Empires. Сколько переграли, в общем-то, все участники, независимо от того, были ли они на казаках, были ли они заинтересованы, именно увлечены в процесс создания казаков. Но вот Age of Empires как-то всем понравился. Просто тратилось столько много и рабочего времени, и, в общем-то, и выходные мы приходили, вот, выяснять друг к другу отношения посредством игры в Age of Empires. Очень понравилось. И, в общем-то, мы видели какую-то игру подобию, той, что, в общем-то, мы хотели сделать в будущем. Она была как бы примером, где мы могли оценить геймплей, посмотреть, что нравится, что не нравятся какие-то идеи. И, в общем-то, это было дополнение к генерации наших собственных идей. Впервые казаков показали в Каннах. На популярной тогда игровой выставке «Милья». Тогда же родилась еще одна идея. Показать наработки по Warcraft 2000 и Blizzard и предложить им сделать третью часть популярного стратегического сериала, как бы дерзко это ни казалось. Я не знал о том, что Warcraft 3 разрабатывается. Я очень рассчитывал, что я его смогу разрабатывать. Ну, такая была странная детская мечта. В 99-м мы выехали, показали Warcraft. Переехал в Билл-Ропер. Вот тогда он был, да, центровой фигурой. Он был лицом Blizzard. Практически он у всех ассоциировался. Это и есть человек Blizzard. Встреча была смешная. То есть он пришел, как бы сел. Сергей ему все показал. И говорит, вот мы выдрали графику из Warcraft'а вашего второго. Написали движок. Давайте мы сделаем Warcraft 3. Была пауза, молчание, и он молча встал и ушел. Он обиделся, больше мы никогда не разговаривали. Они восприняли это как личное оскорбление. Скорее всего, потому что в логику иностранца, разработчика, невозможно вписать, как можно взять чужую графику, что-то сделать и приехать разработчику это показ. Как бы у нас там хамить желания не было. Хотели приехать, показать, что мы вот такие классные, что-то делаем, у нас получается. И не хотели ли бы вы заказать нам Warcraft 3? Но вряд ли неудача расстроила Сергея. Ранние демы казаков, показанные на выставке, произвело фурор. Вот эта первая выставка в Каннах, она вызвала такой бум среди журналистов. В общем, это была новость номер один. Вот какая-то компания из Украины предоставила такой продукт, который, в общем-то, находится на уровне такой же, как делает Microsoft, а в общем-то, наверное, даже и картинка получше. Нужно понять, как это выглядело. Это были крупные компании, это Канны, черт побери, там фестиваль проходит. Тогда пришли казаки, посмотрели все. То есть, например, Microsoft приходил три раза в подряд. То есть, один человек пришел, второй пришел, третий пришел. То есть, когда ты тинейджер, и ты что-то разработал, и у тебя сидит Microsoft, очень интересуется и хочет купить, то ощущение от какого-то полного успеха. Я уже там на выставке перезванивал домой, а у меня жена была, ну, положение уже было. И я уже ей перезвонил и говорю, малая, все хорошо, миллионов пять-десять точно я заработаю. Шумика была большая. То есть, очень много каких-то писем, прочее, прочее, прочее. Но вот какие-то реальные предложения о финансировании на том этапе, в общем-то, не было. Потому что все-таки тот факт, что это территория экс-СССР, она давала о себе знать. Многие приходили и смотрели из больших там. Фагреймс, Ubisoft приходила. Говорили, хорошо, продажи будут хорошие, но денег никто не давал. То есть, доходило до смешного. Приезжал Инфагреймс, сейчас Атари, с продюсером Бруно Банел. И такая интересная у нас беседа с ним была в Киеве, в ресторане. И он говорит, ну вот, могу вам предложить 50 тысяч. Но мы спрашиваем, почему западный разработчик получает в разы больше. Он говорит, ну я перед выездом позвонил в посольство французское в Киеве. И мне сказали, что средняя зарплата в Украине 50 долларов. Он говорит, зачем вам больше денег? Вот как-то так все шло. Средний издатель «Казаков» появился на второй выставке. Где-то через полгода мы ее вывезли на 10С. Это было в Лондоне. И тогда я познакомился с положительным немецким персонажем. Ему было лет 60. И то, что они предложили, и так как они вели себя, вели себя не очень честно. Потому что многие другие компании, явно в переговорах было видно желание нагреть. Он был человеком, вызывающим доверие. Грубо говоря, причина, почему мы захотели работать с ними, была в основном простой человек, доверие. Компания «Сидиви» — это единственная компания, которая верила, предлагала нормальные деньги. Директор по продажам, с которым мы общались, он много полезного нам рассказал, что определило коммерческий успех казаков. То есть ты общаешься с человеком и понимаешь, что что-то может получиться. То есть он не лукает, он не обманывает, он говорит интересные вещи. Тогда было уже три нации. То есть была Россия, Украина. И так как мы поняли, что в России мы не окупимся, то надо ехать на запад. Мы добавили европейскую нацию, одну единую. При том, что название «Казаки» еще не было. И «Сидивишник» нам подсказал, что коммерчески правильно будет сделать не одну нацию европейскую, несколько основных европейских наций. Поляки, например, никогда не играли поляками и не могли в сетевой игре сразиться с русскими. То есть был как бы исторический бэкграунд. Между каждой страной, как между Россией и Украиной, есть какой-то бэкграунд шуток, подколов, приколов, обид. Идея была в том, чтобы это все использовать. То есть в каждой стране можно было увеличить продажи, там какие-то чарты занять. Потому что это свое, ну вроде как бы игра сделали украинцы какие-то, да, ну всех, все нас россиянами называли потом. Но там была Австрия, там были шведы, как бы. С трех наций у нас уже получилось больше десятка наций. GSC во многом повезло. Западный партнер оказался честным и не стремился обмануть разработчиков, чем часто грешат издатели. Естественно, многие большие компании позже кусали локти от того, что упустили столь популярную игру в руки малоизвестного издательства CDV. В казаки никто не верил. Было мнение, что 8 тысяч юнитов нафиг никому не надо. И это будет очень сложно. И ни один как бы западный геймер не сможет управлять таким количеством юнитов. И это все говорилось очень по-научному. Какие-то графики строились, там как бы это доказывали. Ну что смешно, когда казаки там перевалили какой-то миллион, очень многие нам потом рассказывали, что они как бы лишились работы. Именно за то, что казаки они-то пропустили. Главным сюрпризом после общения с издателем стало то, что название казаки идеально подходило для европейского рынка. Любой проект какой-либо возникает, сразу какое-то дается ему название. Оно может быть рабочее, но в общем-то оно живет внутри коллектива. Естественно, для нас было это просто казаки, 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 казаки. Потом возникла идея о том, что казаки это название популярно исключительно в Украине и в России. То есть знают ли европейские люди, в общем-то, жители Западной Европы вот в таких войнах нашей истории и тому подобное. И, собственно, возникла европейская война. Было же такое детское желание сделать что-то про свою страну, про казаков. Но я понимал, что если я продам у кого-то на Запад, то они, конечно же, им это будет неинтересно, они захотят переименовать. И у казаков появилось второе название «европейские войны». Я даже предлагал издателям это, они сказали, не-не-не, казаки – это такой же отрекламированный, уже почти бренд, как «Русская водка» или «Калашников». То есть вот мы о вашей стране знаем-то несколько слов. Вот «казаки» – это в числе этих десяти известных слов. То есть мы говорим, очень хорошо знаем Кличко, вот «казаки» где-то возле, вот второй подсчет. А издатель немецкий, и он решил оставить вот этот национальный такой колорит. То есть он говорит, что нужно вот что-то такое, что узнается, как бы, да, там, типа водки. Мы перебирали, перебирали и как бы остановились на казаках. Теперь, когда картина будущей игры полностью вырисовалась, началась усиленная разработка. GSC переехали в новый офис на заводе «Росток». Но вовсе не тот, что сегодня является главной штаб-квартирой компании. Изначально, когда мы только организовывались, была там одна двухкомнатная квартира. Потом она полностью была забита битком людьми. На каждого человека выделялось вот там 60 сантиметров. И все сидели вот плечом к плечу. Позже появилась еще одна трехкомнатная квартира, еще одна трехкомнатная. То есть мы сидели в трех разных квартирах. Потом все вместе решили, что это невозможно. Хотя они были в одном районе, но постоянно приходилось ездить между ними. И мы с Антоном приняли решение, что нужно нам переезжать в какое-то одно большое помещение. И тогда переехали на заводе. Успех казаков позволил развиваться максимально быстро. Понятно было, что в квартире сидеть нереально. То есть мы одно время снимали помещение на заводе с туалетом, который пощикал откус отопленный. Мы там снимали первые текстуры для сталкера. Очень атмосферный уровень получилось. Я не знаю, это было как лаборатория. И с нее оттуда все вынесли. Был покрашены стены в розовый цвет, я помню. Поселили ковролин и наделали кучу деспечных перегородок. То есть это была компания. 65 человек, которая была в маленьком помещении, ну, в 500 метров квадратных. Все друг у друга на головах сидели глубоко на заводе. И с большими амбициями на будущее. При этом уже тогда у нас были кабинки, компьютеры. У каждого было по 4 квадратных метра собственного пространства. Все сидели в одном большом помещении. Был некоторый такой голдеж. Но вот в этом среде и разрабатывались тогда эти игры. Естественно, разработка первых казаков стоила многих нервов и бессонных ночей. Но команда была настроена на успех. В разработках казаков сложного было, наверное, много, но оно не чувствовалось как сложность. Это не было проблемами. Мало того, когда мы заканчивали казаки, у нас на протяжении полугода был режим военного времени. Это когда ты просыпаешься в 6 утра, в 7 ты уже на работе, а отбой, конец рабочего дня в 11 ночи и ложишься спать, ты в 12. 6 часов на сон, и так полгода. У нас было там усиленное питание, и так работало человек в 15 в таком режиме. Потому что мы понимали, что иначе мы очень долго будем ее заканчивать. На тот момент никто из нас не был на территории Западной Европы. Мы не имели достаточных знаний о том, как выглядят архитектурные сооружения в Испании, в Португалии, в Великобритании, по Франции, в Германии. Не было интернета. Не было вот такого большого количества фотографий, которые, в общем-то, мы можем достать из интернета, чтобы, в общем-то, создать какую-то стилистику уникальную для каждой своей нации. Я, в общем-то, начал у своих друзей, кто там был, вот, дайте какие-то фотографии, как вы там были, вот, путешествия во Франции, в Испании еще. Покупали какие-то путеводители на Петровке. Собирали картины, смотрели французских имперсионистов. Что-то из живописи мы могли взять, какие-то там, как выглядел этот французский двор, или какие постройки были хозяйственные в Испании и тому подобное. Вот это было вот, как бы, такой интересный и трудный момент. Мы, как бы, были людьми-оркестрами. Все делали все. Ну, то есть я не кодил, я не рисовал, но очень много делали своими руками. Вообще, вот, если оценивать период разработки казаков, первая половина, когда мы еще не знали, чем мы делаем, и очень хотели обязательно перегнать «Эджу Фумпайр», это, наверное, лучший период жизни. А вот когда мы ее заканчивали, это, наверное, худший период жизни. Потому что масса багов, полное непонимание, успеем, не успеем, даже сама вера в то, что мы это тянем, да, она так как-то подзатухала. И проблем на голову падало столько, что после того, как мы выпустили казаков, я смотреть на них не мог где-то год. Сергей работал просто, ну, как лошадь, в принципе. То есть не так, как начальник с высока, там, типа, вот, сделай то, сделай сё. А сам самую черную работу делал. Но именно благодаря этому много и получилось хорошо, потому что творческая энергия нескольких людей направлена была в правильное русло, не просто на руководство было потрачено. Сергей как бы идей на весь этот проект тянул. То есть это его полное поведение, идея, результат командный, но видение, это как бы его такое было. Когда первые казаки оказались на прилавках магазинов, естественно, никто в очередь за ними не выстраивался. CDV была маленькой компанией и не собиралась рисковать и серьёзно вкладываться в рекламу. Мы вышли зимой 2000 года. Первые продажи были не фонтан, но они с каждой неделью росли. У казаков я наблюдал статистику продаж, которых не было ни на одном другом проекте. Она выглядела, как какие-то смешные продажи в начале, потом во второй месяц чуть больше, и такое раскочегаривание было на протяжении полугода. То есть мы на протяжении полугода фиксировали увеличение продаж. Всегда происходят продажи в первый месяц огромные, во второй в треть меньше. И это есть 90% продаж, 80-90%. Здесь было не так. Здесь работало сарафанное радио. Люди изначально купили очень мало, потом рассказывали вторым, третьим. Интернета тогда же толком не было. Люди не сидели на сайтах, игровых сайтов интернетовских, их было по пальцам пересчитать. В Англии два, в Америке два. И дальше продажи как бы постоянно росли. И мы через какое-то время добрались до первого места в чарте. Ну, CDV – это маленькая компания. У них был успешный продукт «Садден Страйк» и наши казаки. Они не могли потратить много денег на маркетинг, они не могли охватить все магазины сразу. То есть это был маленький скромный старт, который сделала компания 5 или 7 человек. На протяжении всей разработки они даже не приехали ни разу. Мы им отдавали продукт, они в последний месяц наняли где-то человек 50 на тестировку. И у себя там тестировали. При этом мы в их тестировке даже не нуждались, потому что делали ее самостоятельно здесь. То, что они тестировали, прислали эти баги, которые были, они уже у нас были в базе данных, мы бы их и без них исправили. То есть издатель не делал ничего. При этом он не рассчитывал, конечно, на мега-мега большие продажи. Он рассчитывал, что они будут какими-то. Он так и говорил, вы конкурируете с Microsoft. Вот они сделали Jeff Empire, вы делаете казаки. Вы выглядите на их фоне как слон и моська, как там Дэвид и Голиан. То есть вы как бы, может, и выстрелите, но этот вариант, что вы выстрелите, ну, довольно, вероятность очень маленькая. Поэтому особой рекламной кампании не было. К слову говоря, тестером первых казаков был Евгений Григорович, младший брат Сергея, который позже сыграет немалую роль в судьбе казаков. На том этапе тестирования было много. Ну, то есть там 4-5 человек, которые играли круглые сутки. У каждого была книжечка такая вот, большой журнальчик, А4, листов на 100. Все было исписано в клеточку очень мелким почерком. Намеревались баки. Был номер там 1900, там, бак. У каждого такая книжечка была. При этом глюк после выполнения он выбедился кружочком. Это значит, что программист сказал, глюк исправлен. Потом, когда шла перепроверка, если глюк был исправлен, он вычеркивался. Так было, наверное, 7 тысяч глюков вычеркнуто. Постепенно стало понятно. Казаки – настоящий хит мирового уровня. Игра притягивала своим визуальным стилем, обещанием показать 8 тысяч юнитов на экране, что по тем временам было действительно ярким преимуществом перед другими играми жанра, и предлагала поиграть за 16 различных наций. Некоторые журналисты писали тогда, что игра вышла намного глубже, той, на которую равнялись разработчики. Вышли казаки, и сразу стало очень популярно. Вот сетевые игры, вот комьюнити уже закружилась, шли игроки в форумы, начали обсуждать. То есть мы получили фэдбэков очень много, и было видно, что эта игра стала интересной игроку в разных европейских странах. И в Великобритании она, по-моему, первое место заняла. Я помню, в Германии она стала игрой года. То есть продажи были довольно активными, но первый год. Но продавалась она лет 5,5. Если ты веришь в свою идею, надо верить мне до конца. Казаки разошлись по миру более чем двухмиллионным тиражом и получили два аддона. Однако оглушительный успех в Европе совсем не коснулся Америки. На территории Европы мы продавались на ура, а в Америке мы всего лишь показались на первом месте в чате. Я думал, что европейские войны и казаки – это не очень интересная тема для американцев. И очень хотел покорить Америку именно игрой завоевания Америки. Было предположение, что американцам, наверное, не интересна тема казаков. Вроде как это скорее европейская. И мы подумали, а что же такого сделать, чтобы их еще завоевать? И решили, что наиболее подходящим будет завоевание Америки. То есть проект, который в своем названии несет то, что мы хотим завоевать Америку. То есть это был второй подтекст. Проект был сделан ровно за год, за 12 месяцев. Это небывалый на то время результат, потому что он не имел с первыми казаками ничего общего. То есть графика все переделывалась, технологии применялись совершенно другие для рендера. То есть очень много чего было сделано с нуля, не из казаков, но при этом получилось его сделать ровно за год. Но завоевать Америку не получилось. Проект оказался экономически выгодным, но совсем не на это рассчитывали в GSC. В конечном итоге это не получилось, скорее всего, потому что завоевание Америки – это хит. Но я понял, что американцы в реал-тем стратегии играться не хотят, кроме произведенных у себя на территории Близзардовских. Любой разработчик, на какой территории он не находился бы национально, он всегда продается лучше всего у себя в стране. Вот нам достучаться до американцев было сложнее всего. Мало того, я тогда уже для себя сделал вывод, что американцы менталитетом отличаются довольно сильно от европейцев. Вот европейцы от украинцев или от русских отличаются, но не сильно. А вот американцы, они какие-то настолько же разные с нами, как и японцы. То есть это иллюзия, что сделай что-то для Европы, и оно будет продаваться в Америке. Вот скорее, если что-то сделано в Америке, оно имеет право на хорошие результаты в Европе. Само название «American Conquest», «Завоевание Америки», оно, в общем-то, может быть, не совсем было удачно выбрано. Ты играешь игру, в которой сказано, как завоевываю твою страну. Может быть, это отпугнуло. «Завоевание Америки», как известно, там больше реалистичность присутствует. То есть если юнит стреляет из мушкета, то это реально пуля, она вылетает по траектории, по прямой, высчитывается ее сила, она от расстояния падает, она летит по прямой. Если юнит там ушел, там был некий разброс, она заденет другого юнита, может, своего. То есть было требование получить реалистичность. Мы делали хардкорный продукт. Европейцы с удовольствием играли в хардкорную игру. Американцы не хотели. «Дайте нам попроще». И у нас европейцы с удовольствием играли, говорили, «Да, вот такая хардкорная должна быть». Американцы все ругались, говорили, «Вы чего?». Я тогда понял, что их массовая аудитория, она намного проще. Тем не менее, к завоеванию Америки также появился аддон в поисках Эльдорадо. А внутри GSC уже зрела идея второй полноценной игры. Лидером нового проекта стал Евгений Григорович, который на завоевании Америки выполнял роль помощника-продюсера и созрел, по мнению Сергея, для более серьезной роли. «Втрех казаков» полностью разрабатывал мой брат. Он был руководителем проекта. Весь препродакшн мы сделали вместе. Геймплей разработали вместе начальный. Все вот описали это, то есть каким образом выглядят казаки. Это мы сделали за первые где-то полгода. После этого ГЕК уже доводил проект в самостоятельный доказательство. Были амбиции сделать не клон первых казаков, а как-то выйти еще более в сторону реализма. Была взята тема «Наполеоновские войны». А это уже подразумевает более цивилизованную войну, война с троями, тактика, правление формациями. Это подразумевает то, что тактическая составляющая должна быть очень проработанной. Почему «Наполеоновские войны»? Потому что казаки первые охватывали 15-17 век и совсем чуть-чуть переходили на 18 век. Казаки вторые могли быть либо то же время, тот же период времени, либо позже. А позже это все-таки уже «Наполеоновские войны». Поэтому период был выбран на уровне аналогии. Первые казаки 17 век, вторые 18. Главный программист Андрей Шпагин, он фанател разработкой всяких нестандартных решений для движка. Тогда было принято решение перейти к 3D-реализации террейна, ландшафта. Начали появляться технологии 3D. Даже рендер юнитов спрайтовый переводился на видеокарту. То есть уже двигались в сторону 3D. Еще была такая тенденция в тот период, то что европейские журналисты смотрели уже скептически на наши 2D-шные игры. Тогда уже был Warcraft 3. Они на это смотрели и говорили, «Да ну, это уже 2D, это старье, вот 3D, это мод, это ново, класс». И мы тогда тоже начали немножко поддаваться этой тенденции и думали, как мы можем показать у себя какую-то 3D-составляющую. Тогда появилась перспектива, небольшой наклон камеры. Это все было возможно с использованием 2D-юнитов. С небольшим искажением спрайтов позволялось достичь реалистичного перспективы и реалистичного наклона камеры. С вращением были сложности, но это тоже было тогда возможно. То есть логически мы двигались в сторону к современности, современности 3D, и казаки, они являлись как раз последним рубежовым проектом между 2D и к полному переходу в 3D. Когда разработка «Казаков-2» шла полным ходом, на горизонте появилась компания Ubisoft с одним из самых странных предложений в истории индустрии. Сделать стратегию в реальном времени по кинофильму. Про Александра история была такая, что когда у тебя случается успешный продукт, разработчик приобретает ауру курицы, которая несет золотые яйца. То есть у издателя есть такая схема, что главное его заполучить, подумать за него, что он бы такого сам не придумал, и это будет мегауспех. И вот у Ubisoft была такая идея, что если взять Bug Bicer, они верили тогда в лицензию, взять нас, разработчиков. И вот некоторое время они окучили у нас, сделайте нам стратегию. И Сергей долго им доказывал, что не пойдет, ну как бы не нужно делать. Они говорят, нет, возьмите и сделайте. Вот, ну мы взяли и сделали. То есть, в общем-то, вот это определенная технология создания РТС, историческом плане и вообще просто РТС. У нас уже было накатано, ну, до автоматизма. То есть, в общем-то, каждый понимал и знал, что будет. Мы могли сделать прогноз на проект, как долго он будет. Вот и было принято решение о каком-то таком расширении. И мы уже одновременно в разработке вели три проекта. «Казаки-вторые», «Александр» и «Герои уничтоженных империй». Александр был очень быстрым проектом. GSC сделали его за рекордные 9 месяцев на движке еще не вышедших «Казаков-2». Ближе к концу разработки даже пришлось стягивать людей из других проектов, чтобы закончить Александра в срок. Ну, там, за месяц 4 до релиза, 5. Остановили работу по героям, чтобы подключиться к Александру и позволить его делать как можно лучше. Мы его успевали релизить и этой командой, которая Александром занималась. Мы считали, что на всякий случай лучше подключить весь состав, пытаться вылезать все максимально за имеющееся время. Это было желание обоснованно, ну, просто захотелось сделать как можно лучше. То есть на деньги это не особо влияло. Все-таки по Александру была договоренность предоплата. Деньги с продаж уже были второстепенны. Когда долгожданный многомиллионный фильм Оливера Стоуна таки попал на экраны, не только зрители долго не могли оправиться от шока. Тогда была схема такая, берем лицензию, как бы делаем игру, продаем. Из-за лицензии, то есть родители идут, видят там Александра на оплошке, покупают своим чадом. Я, кстати, тогда, ну, еще до выхода пошел, посмотрел, и уже сидел как бы вот так вот, понимал, что дело плохо. Фильм получился спорный. Он все равно продавал игру, но не так, как хотелось. После чего Юбисофт, который у нас заказал проект, он на нас немножко обиделся. Они ожидали, надо заработать много, а вдруг не заработали. У Сергея Григоровича есть несколько другое объяснение странному предложению компании Юбисофт. Он считает, что французы специально подкинули GSC сомнительный проект, чтобы затянуть разработку героев уничтоженных империй. Фэнтезийной стратегической игры, которая разрабатывалась параллельно с «Казаками-2» и должна была появиться в один день с пятыми героями меча и магии. Мы начали разрабатывать героев уничтоженных империй. Начали их разрабатывать после того, когда узнали, что компания 3DO, которая сделала героев, банкрот. Мы решили, что эта тема очень интересна, и нам нужно срочно разработать как бы продолжение, но в реал тайме, потому что мы понимали, что жанр пошаговых стратегий потихонечку загибается. И когда мы начали его разрабатывать, в этот же момент его купил Юбисофт. И вот для того, чтобы мы не вышли с ними день в день, я думаю, они приехали к нам и предложили разрабатывать Александр. И они выиграли время. Мы пока разрабатывали Александра, мы отложили практически на год героя уничтоженных империй. Расчет был у них верный, и убрать нас как конкурента тоже было довольно логично и правильно. Впрочем, жалеть о работе над Александром команде не пришлось. У нас Александр – это самый прибыльный проект, самый высокоориентабельный проект. У нас ни на каком другом не было такой высокоориентабельности. Когда Александр был выпущен, все внимание вновь вернулось «Казакам-2». Из-за смены эпохи разработчикам практически полностью пришлось перекроить геймплей оригинальной игры. Фактически первую и вторую часть мало что связывало, кроме названия. После окончания взаимодействия Америки стоял обязательно вопрос «А что делать дальше?» и стоял очевидный ответ «Делать казаки-вторые». Потому что вроде как делать больше было нечего, а казаки-первые показали, что потенциал у темы есть, и она интересна, и в ней интересно работать. То есть мы после создания альтернативной какой-то истории, как Америка, нам все-таки захотелось вернуться к чему-то родному и светлому. Были амбиции сделать не клон первых казаков, а как-то выйти еще более в сторону реализма. Была взята тема «Наполеоновские войны», а это уже подразумевает более цивилизованную войну, война с троями, тактика, управление формациями. Это подразумевает то, что тактическая составляющая должна быть очень проработанной. Было видно, что то, что мы получили из-за войны Америки, это физика пули, честный разброс, вот эти вещи, они оказались перспективными. Мы их заложили в основу казаков-вторых. Единственное, что решили доработать менее очевидные вещи из воеваний Америки, такие как «Мораль». Низкий боевой дух отряды бегут, получают штрафы по характеристикам. Мы это начали дальше дорабатывать. Первые, наверное, полгода, может, меньше, ушло на выработку базовой концепции. Какие рода войск, какие их различия, почему ты используешь первый род войска, а не второй. Получить различия, на самом деле, получилось достаточно сложновато, для игры в которой все юниты стрелковые. Если пользоваться такой простой вещью, камень, ножницы, бумага, то тут был только камень. И вот эта особенность этого периода, то, что переход к пороху, все юниты стрелковые, единственное, что еще кавалерия, часть кавалерии, все-таки имеет палаш, рукопашное вид оружия, но все равно они уже пользовались мушкетами, пистолями. То есть это все равно уже дистанционная война. Ну, то есть это скорее сужает рамки возможностей для интересного игрового процесса. Поэтому выход в тактику, более продуманную, более под физику, это было единственное возможное решение. При небольшом количестве юнитов тебе приходится добавлять к этой тактике какие-то стратегические вещи. Например, мы выбрали война за ключевые точки и захват баз. Ключевыми точками было выбрано поселение, то есть карта начиналась, как и в первых заках. А рабочие, постройка городского центра, постройка, которую производят рабочих, которые позволяют добывать дерево, камень, которые позволяют в дальнейшем получать больше ресурсов, чтобы строить больше казарм, больше артиллерии, больше пушек. И ресурсы поступали из неких поселений, которые изначально являлись ничейными. Карта была поделена условно на две части, побита на ключевые точки, которые приносили различные ресурсы, бонусы. Задача была первого уровня – это получить преимущество на стратегическом уровне, захватить больше ресурса. Это позволяло получить больше солдат и позволяло получить преимущество уже на военном уровне. Но при этом тактика позволяла все равно с меньшим количеством солдат все равно выигрывать, проигрывать. Ну, то есть, играться. То есть, такого расчета математического, как в первых казахах, уже не получалось. Установки были по казахам вторым. Сделать очень качественную графику, очень красивую. Получить существенный прогресс по количеству юнитов. Когда это являлось нашей флагманской особенностью. Мы можем сделать 8 тысяч юнитов, мы можем сделать 16 тысяч юнитов. А после 16-ти сколько может сделать? 64. Мы взяли за основу цифру 64. Она, конечно, была недостижимой. Управлять большим количеством юнитов неудобно. И это, скорее, влияет негативно на игровой процесс. Оно начинает отвлекать. У тебя на экран не умещается все юниты. Ты вынужден скролировать. Там много экранов вперед-назад. И это влияет на производительность. Поэтому решение использовать большое количество юнитов скорее маркетинговое. То есть, реальное требование геймдизайнеров «давайте использовать как можно меньше». Оно так интереснее, так появляется контроль. Поэтому старались держаться на уровне. Для маркетинга демонстрировать большее количество. Для игры все-таки использовать какой-то разумный баланс. Маркетинг, конечно, негативно сказывается на создании игры. Приходится жертвовать какими-то более правильными для игрока решениями в пользу трендов, в пользу ожиданий прессы. Тогда влияние прессы на игры было колоссальным. Игроки черпали информацию о играх все-таки из печатных изданий. То есть, тогда сайты не были особо развиты. Печатные издания численно формировали желание купить, не купить. От них зависело очень много. Поэтому разработка велась в том числе под командованием прессы. «Казаки-2» появились в 2005-м. То есть, спустя пять лет после оригинала и в эпоху заката жанра стратегии в реальном времени. И несмотря на то, что игра получилась весьма хорошей, GSC не отрицают, что слишком затянули с разработкой. Конечно, с казаками в трене хотелось повторить все результаты первых казаков. То есть, опять-таки, выставить Украину как очень сильную страну в плане IT, производства компьютерных развлечений. Опять-таки, хотелось покорить Европу. Отчасти это получалось. Со вторыми казаками, наверное, было неправильно, потому что прошло очень длительное время после выхода. Не вышли, продались хорошо, но продались сильно меньше первых казаков. Это все равно был хит. Он все равно был в чартах и на первых местах во многих странах. Но его нужно было выпускать на год-два раньше. Потому что к тому моменту, пока мы выпускали Александра и занимались там героями, и American Conquest, там бренд, он, не имея поддержку никакой в прессе и в пиаре, он потихонечку затухает, и интерес к нему падает. Чего мы не допустим, например, со сталкиванием. С казаками вторыми у Сергея было желание сделать очередную революцию. И, скорее всего, так делать было не нужно. То есть мы сделали игру другую, но она была более тактическая, там, более сложная. И мы ее задержали. Коммерчески правильно. Это было через два года делать игру с похожим геймплеем. Она вышла гораздо позже. С аудиторией лучше не шутить. Если она у тебя есть, надо на нее работать. Казаки вторые. Этот проект, который, в общем-то, лег полностью на меня. То есть я стал руководителем проекта. На мне была вся ответственность. И выше меня по процессу разработки уже никого не было. То есть я не мог ни на кого рассчитывать. Если где-то проект тормозит, что-то проскальзывает, то это исключительно моя вина, и меня никто не вытянет. Тогда это был первый такой проект для меня. Такая большая нагрузка была достаточно сложной. У меня тогда было, не знаю, что на уровне 19 лет. И я считаю, что результат моей работы был слабый. Потому что производство затянулось значительно. Два года с мелочи. А реально можно было получить результат быстрее. Ну, там, полтора года. Но, с другой стороны, поскольку Сергей снял с себя эту обязанность, это позволило ему заняться чем-то другим. Он переключился тогда на проектирование «Сталкера». Сергей смог этим заниматься благодаря тому, что я занимался разработкой стратегии. После релиза «Казаков-2» у GSC оставался лишь один стратегический проект – герои уничтоженных империй. Но они не снискали славу у публики. Эпоха стратегии в реальном времени окончательно подошла к концу. РТС умер в 2003 году окончательно. И стало ясно, что выходить и продаваться могут только очень старые бренды. Такие, как, например, «Варкрафт». У реал-тайм стратегии был период расцвета. Это, наверное, 96-2001. И после этого количество реал-тайм стратегии стало очень большим. Этот геймплей, его переделывали клонов, было огромное количество. Выходили такие страшные вещи ужасного качества, тоже с человечками сверху, что в конечном итоге этот жанр начал постепенно загибаться и дальше перестал вообще продаваться. Я считал, что он куда-то разовьется, и точно чуть позже он станет куда-то двигаться в онлайн. Это было понятно даже на первых казахах, что жанр РТС совместится с РПГ и дальше пойдет в онлайн. Просто непонятно, когда это будет. Через 10 лет или через 2 года. Оказалось, что через 5. Если они найдут схему, которая будет очень играбельна в РТС онлайн, это будет практически новорожденный жанр. Первые, кто это сделают, соберут сливки. Все остальные потом будут его развивать. И тоже длительное время, пока он будет развиваться, будут много зарабатывать. Но этого может и не произойти. Жанр РТС может в принципе не родиться в онлайне никогда. Или ближайшие 5 лет, пока технологические возможности не позволят элементарно в мультиплеере подключать огромное количество людей на одну карту. Сейчас вопрос в технологии, что нужно на одной локации как-то много персонажей не подключишь. Есть там разработки, у нас даже были возможность до 64 людей в сети. Но при этом все равно из-за пинга, из-за задержки необходимо было переделывать геймплей координарно. Если какая-то схема появится, она будет некоторым компромиссом между геймплеем и технологией. Но мы не смогли придумать никакого такого решения. Конечно, казаки-3 возможны. Долгое время даже ходили слухи, что GSC их разрабатывают. Произошло это после того, как футболка с их логотипом засветилась на Сталкер-фест 2009. Компания GSC устроила Сталкер-фест на центральной площади Киева. Сергей Григорович вышел выступать на сцену вместе с Олегом Скрипкой. Он пропел одну песню, он сыграл на гитаре. И вторую песню он снял реглан. Под регланом была футболка, на которой было написано «Казаки-3». В общем-то, вот это появление футболка «Казаки-3» отпустило слух, в чем достаточно такой живой. То есть я из разных углов слышал, что действительно GSC разработает «Казаки-3». И этот слух-то шел до всех. То есть все подозревают, что Сергей разработает «Казаки-3». Благодаря этой футболке. Есть определенная ностальгия по казакам. Очень хочется сделать «Казаки-3». Пока я мало вижу экономических возможностей этого процесса, поскольку разработка давно уже вещь довольно дороговатая. Элементарно для того, чтобы нам их разработать, необходимый бюджет в 2-3-4 миллиона. Деньги-то мы такие потратить можем. Я не вижу, как такие деньги отбить и заработать. Поэтому я буду ждать, пока будет логичным их выпускать, например, не броузером, а частично в онлайне. Только появится возможность, я с удовольствием их бы сделаю. Так или иначе, но пока история стратегического направления GSC Game World окончена. Многие люди, работавшие над казаками, покинули компанию. Кто знает, может, когда-нибудь они соберутся вновь. Но даже если этого не произойдет, им совершенно точно будет что вспомнить. Я верю, что можно делать стратегии с правильным бюджетом, с низким, при этом выходить на окупаемость и получить удовольствие от работы. Мне вообще понравилось. И я думаю, что это было одной из движущих сил, то, что директор был вообще наравне со всеми в плане ручного труда. Всегда очень дружелюбные и, главное, честные отношения. Более счастливого вообще конец, если он делал свою мечту, у него при этом получается. Все родилось как бы с хобби, это было любимое дело, было очень весело. РТС – это довольно хардкорный жанр, как авторское кино. Фильмы есть авторские, очень шикарные. Я многие смотрю там по 20-30 раз, но они авторские. Большим тиражом могут продаваться только попсовые вещи. А жанр РТС попсовым быть не может. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!